Этот розыгрыш Кубка Каменского точно выйдет необычным. Хоккеисту по имени которого назван хоккейный турнир накануне исполнилось 55 лет. Валерий Каменский, звезда мирового хоккея, член тройного золотого клуба, как всегда участников Кубка, напутствовал лично. В интервью журналистам отметил, главное не зацикливаться на карьере, а испытывать первородные эмоции от игры. Надо вот, чтобы полюбили хоккей и занимались этим, а потом все получится. Такие турниры способствуют? Естественно, это влюбляет и родителей в этот вид спорта, и детей тоже, и массово. Чтобы больше команд было, чтобы больше участвовало ребят, приходили на катки и играли в хоккей. Тогда у нас будет больше звезд, будет хоккей развиваться, молодой хоккей будет развиваться. В этой позиции Валерия Каменского поддержали олимпийский чемпион Александр Черных и заместители главы округа Владислав Сатинаев. Однако мы журналисты, и, как мне кажется, сами хоккеисты не могут забыть про конкуренцию. Кто-то проиграет, а кто-то обязательно выиграет Кубок Каменского. Фаворит турнира – подольская команда «Витязь». В этом году в официальных матчах она не проиграла ни разу. И на старте турнира уже одержала три победы. В первой встрече сокрушив академиков из Красногорска со счетом 9-2. Бросали, добивали, играли в пас, большинство использовали. Не помог своей команде Артем Бачков, голкипер Красногорска, обычно играющий весьма надежно. После матча поделился мнением о вратарском ремесле. Я не люблю, когда в один на один в середине ходят, потому что он может и вправо, и влево бросить. А когда в углу – это легче, потому что он может в меня бросить и туда бросить. А сколько важно для вратаря игру читать? Ты вот прям можешь предвидеть следующий ход сопернику твоих? Ну, бывает, да. Предвидение не помогло. В матче с хозяевами турнира воскресенским химиком «Желто-синий» вырвали победу 4-2. Ранее обыграли «Атлант», уступив лишь грозные балашихи. И сейчас занимают третью строчку в таблице, имея все шансы подняться еще выше. Основная задача, чтобы ребята играли, развивались. То есть мы не думаем о каком-то месте. Хочется, чтобы ребята обыгрывали, правильно мыслили, находили правильное решение. Это, наверное, самая главная задача на этой турнире. Ключевой для воскресенцев станет встреча с командой из Митрово, сейчас занимающей вторую позицию в турнире. К слову, их, как и «Желто-синих», ждет свидание с Витязем. Эти встречи не будут томными. За развитием событий следите в наших сюжетах. Александр Иванов, Евгений Стародубов. Новости Искровакт.